МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас прибывшими ведут работу сотрудники социальной защиты и миграционной службы. Слово Даниилу Рудаеву. Подальше от войны. Пенсионеры, школьники, родители с грудными детьми, инвалиды, они уехали из захваченных огнем областей юго-востока Украины в столицу Приангария. 606 человек, из которых 175 несовершеннолетние. Всех их не испугали сибирские морозы, лишь бы не слышать звуки взрывов и автоматных очередей. Не щадят никого. Убивают детей, женщин, никого. Хоть говорят, типа, мол, по разным каналам, но никому это не верьте, если честно. Украина все врет, что, типа, мол, нету войны. Все это неправда. Тяжело было на украинской границе. И тяжело было проехать через все блокпосты. И вообще выехать с города тоже тяжело под обстрелами. А так, слава богу, живые остались. Все нормально. Многим гражданам Украины после пережитого понадобилась помощь специалистов. Поэтому из Красноярска беженцев сопровождают социальные работники, медики, психологи и сотрудники миграционной службы Приангария. По пути следования жителей соседнего государства, охваченного войной, встречают сотрудники разных ведомств. Ехали отлично. Нас кормили. Внимание, врачи. У нас деточка маленькая заболела. На каждой станции большой. К нам врач приходил. Внимание, прям мы тронуты. Спасибо вам. Прямо с поезда на 20 автобусах они отправились в пункты временного размещения. При Ангарии их организовано 4. Там беженцев ждет горячее питание и отдых. После постановка на первичный миграционный учет. С теми, с кем я общалась, хотят принять гражданство Российской Федерации. То есть будут определять их статус нахождения на территории Российской Федерации и проводить дальнейшие процессуальные действия. По всей области объявлен сбор теплых вещей для переселенцев. То, что было собрано ранее, уже распределено между прибывшими. Многие, кто бежал от войны, успели взять с собой только самое необходимое. В Иркутске вещи можно принести в комплексный центр социального обслуживания населения по адресу улица Академическая, 74. Даниил Рудаев, Александр Мокин. Новости сейчас. В 42 муниципалитетах при Ангаре проводится ежедневный мониторинг цен на продукты. Об этом сообщили специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на совещании в правительстве региона. О первых результатах исследования в следующем материале. На прилавках рынка говядина из Нухутского, Баендаевского и Ольхонского районов. Поставщики привозят мясо ежедневно. По словам продавцов, в последнее время покупателей все больше интересует продукция именно местных сельхозпроизводителей. Я смотрю, что в последнее время говядину лучше беру, чем свинину, по крайней мере. Потому что свинина есть и привозная, а говядина, она все идет местная. Вся домашняя. По мнению специалистов, выбор покупателей обусловлен не только качеством, но и стоимостью продукции. По данным службы потребительского рынка, лицензирование Иркутской области за прошедшую неделю цены на говядину остались прежними, но подорожала свинина и курица. Таким образом, в рейтинге субъектов Сибирского федерального округа наш регион занимает 10 и 11 место из 12. Выше цены на эту продукцию только в Кызыле. Сегодня ситуацию с ценами на продукты обсуждают в правительстве Иркутской области. Помимо свинины и курицы, в регионе подорожали твердые сыры и колбасы. Сейчас в 42 муниципалитетах региона ведется ежедневный мониторинг стоимости продуктов. На контроле крупные торговые сети, рынки и павильоны. В Министерстве сельского хозяйства при Ангаре ведется работа с местными товаропроизводителями. При повышении отпускных цен мы всегда, они готовы с нами все сотрудничать, изъявили полное согласие, открывают свои предприятия для нас. Мы будем выезжать, встречаться, смотреть, как сформирована себестоимость и находить, или она реальная, или это просто какие-то конъюнктурные изменения от цены. По словам первого заместителя председателя правительства региона Виктора Игнатенко, сейчас главная задача – предоставить возможность местным производителям выйти на рынки области. Для этого в Приангарье будут организованы ярмарки. Наша общая задача, скажем, вот этот вот непростой переход на период пройти с наименьшими издержками, в том числе и социальными. Оставится задача, чтобы в среднем на 30 тысяч населения были организованы ярмарки, что для населения более доступны должны быть эти ярмарки, чтобы не ездить там взять только в крупные какие-то магазины на рынок. Только в Иркутске намечено создать около 20 торговых точек. Планируется, что они будут организованы во всех микрорайонах города. Татьяна Беретина, Николай Крупченко. Новости сейчас. Забайкальский легкоатлет Андрей Климов вошел в состав сборной России на чемпионат Европы среди ветеранов спорта. Он проходит в турецком Измире. Все подробности знает ведущая новостей телеканала «Альтез». Юлия Тимошенко, она на связи. Здравствуйте, Александр. Андрей Климов, ставший в этом году двукратным чемпионом России на дистанциях 1500-3000 метров, специально готовился к участию в чемпионате Европы. В соревнованиях участвуют спортсмены из 42 государств. Сборная России имеет на соревнованиях третью по численности команду. Всего в Измир приехали 182 ветерана спорта из нашей страны. А теперь к другим темам. Обеспеченный жильем и работой некоторые из прибывших в Забайкале беженцев смогли, наконец, получить рабочие места и кров. О том, в каких условиях живут и как приняли украинцев на страусиной ферме, в репортаже Яна Юршовой. Этим двум семьям из Донецкой области посчастливилось. Спустя 10 дней после прилета в Читу их уже удалось устроить на одной из фермерских хозяйств – страусиную ферму. Говорят, что согласились сразу, не раздумывая. Условия были предложены хорошие – благоустроенный дом, средняя зарплата в 15-20 тысяч рублей, а главное – возможность определить детей в детский сад, что находится неподалеку, в Угдане. Были, конечно, разные вакансии, но вот работодатели часто соглашаются принять на работу мужчину, но без семьи. Или наоборот. Ну да, рассматривал, но зарплата может чуть выше, но хотя не факт. Ну, при том, что ни садика, ни жилья нет, поэтому это лучше, чем все остальное. На ферме Виталий Барышников пока будет разнорабочим. Учитывая его опыт работы и монтажником, и сварщиком на родине, новые виды деятельности будут даваться легко. В Донецке Виталий работал до последнего, уволился за 4 дня до отъезда в Россию. Жениться пришлось также в последний момент. Вечером расписались, тогда же с женой и дочкой улетели в Крым, а там и в Забайкальский край. В Валентине новый дом пришелся по душе. Говорит, что дышится здесь спокойно и детям хорошо. Сидеть без дела она не собирается. Также будет помогать мужу по хозяйству. За время пребывания в пункте временного размещения горняк, семья успела сдружиться с Чернышевыми. Муж Анатолий будет работать по полученной профессии, трактористом. Ксения заниматься домашними делами. Их малышке едва исполнилось 5 месяцев. Сейчас они живут в этом доме, но впоследствии для них здесь же будет построено новое жилье. В один голос вновь прибывшие утверждают, что здесь им нравится. Не пугает ни резкоконтинентальный климат, ни то, что все придется начинать заново. Да, я дозвонилась один раз маме, там сеть глушат, почти невозможно дозвониться. Дозвонилась, сказала, что все хорошо, она обрадовалась, заплакала, что далеко. Ну, надеемся, ее уговорим, заберем. Хозяин фермы Сергей Косинок к новым работникам относится тепло. Очень рад, что именно украинские семьи будут его первыми помощниками по хозяйству. В семье люди сплоченнее и слаженнее работают и, как правило, остаются надолго. Мы позвонили в отместо, в город, кто не сказал информации, потом случайно со знакомыми созвонились, что сейчас в горняке будут распределять, то есть размещать людей, беженцев, которые с Украины. Мы поехали туда, первый день, как бы свою заявочку оставили нам, кто нужен, и уехали, потому что там у них все неопределенно было. И нам где-то через час звонят, что якобы есть семья, которая хочет на работу. Мы поехали, встретились сначала с Анатолием Ксенией, которого мы сейчас принимаем трактористом, и еще одна семья подошла, тоже говорит, мы хотим на ферму. А сколько беженцев вообще вы рассчитываете еще кинуть? Пока мы не можем вам сказать точно, сколько еще, но сейчас с этими семьями определимся, если все нормально будет, возможно, будем еще обратиться. Мне самое главное, чтобы были хорошие работники, люди хорошие и работали. К своим обязанностям украинцы еще не приступили. В течение пяти дней будут оформляться документы. Большим плюсом стало то, что все необходимое при трудоустройстве у приехавших было с собой. А пока соблюдаются формальности, Сергей Анатольевич привез своим работникам теплую одежду и обувь. Все покупает на свои деньги. Считает, что людям, попавшим в беду, помогать надо всегда. Деньги для этого и существуют. В будущем готов предложить этим семьям долгосрочный контракт. От них потребуется стабильно трудиться на ферме. За это хозяин фермы пообещал построить капитальные дома и предоставить землю в собственность. Теперь стимул трудиться есть. Яна Ершова, Сергей Рычков. Время новостей. В традиции старинных русских сельских гуляний. Впервые за последние 20 с лишним лет на праздник урожая в Зыково собрались буквально всем поселкам. Антон Матушевский расскажет подробнее. В эту субботу улицы поселка Зыково необычно пустынны. Ведь все жители на празднике. Еще утром небо было затянуто грозовыми тучами. Но к самому началу праздника от них, по счастью, не осталось и следа. Практически весь поселок сейчас здесь, за улицей Зыково, от мала до велика. Мужчины сколотили несколько столов, на которые местные хозяюшки расставляют разные явства. Жители каждой улицы пытаются удивить гастрономическими изысками своих односельчан. Каждая улица у нас соревнуется. Мы хотим тоже все пути быть. Можете отворачивать? Вот и цветочная. А скажите, а чем удивлять будете? Картошку сварили, котлеты, кашу гречневую с мясом сделали. Холодная. Выпечка. Чай. Сама вар. Самое главное. Молоко, вот, пятилитровку. Сама даю, сама со скотом. Пока взрослые заняты своим делом, юные жители Зыково с удовольствием играют в футбол. Детвора прыгают на надувных аттракционах. Но как только дело доходит до импровизированных веселых стартов, от них и взрослые не отстают. АПЛОДИСМЕНТЫ Они проводились уже давным-давно. Как совхоз развалился, у нас вообще никаких не было мероприятий. Конец августа и большая часть урожая, во всяком случае, с личных подворий, уже в закромах у селян. Конечно, впереди еще уборка и картофеля, и поля стоят. А это значит, времени на праздник не останется. Но после стольких лет запустений и грустных будней действительно захотелось разукрасить жизнь, говорит глава Зыкова Николай Васильев. Администрация района всегда только рада поддержать инициативу жителей. И не только в организации праздника. Например, уже этой осенью хотят своими силами высадить небольшую аллею по улицам поселка. Постепенно благоустраиваются, решают бытовые проблемы. Делают все вместе, значит и праздновать надо всем селом. Так говорят здесь. Настроение веселое. Почаще бы таких праздников. А то раньше как редко было. А сейчас ловчее и ловчее становится. Для детей продвижение к чему-то лучшему. Ну, надеемся, в дальнейшем все еще лучше будет. Мы очень рады, что у нас за столько лет первый раз такой праздник, если честно. Это очень интересно, забавно. Весь народ поселка собрался вместе. Ну, черт, друзья! Антон Матушевский, Александр Забелин. Время новостей. Чрезвычайно и полномочный посол России в Монголии Скандер Азизов прибыл в Бурятию для участия в форуме «Байкальский диалог». Дипломат встретился с председателем народного хурала Матвеем Гершевичем. Подробнее о встрече готов рассказать ведущий телекомпании «Айс Монголия» Мунхпояр Энехболт. Здравствуйте, коллега, вам слово. Здравствуйте, Юлия. Во время встречи стороны обсудили ставшие уже традиционными вопросы. Введение безвизового режима с Монголией, экологическое состояние Силанги, работу МАП, многостороннего автомобильного пункта пропуска Кяхта, а также организацию поставок мяса из соседней страны. Так как последний пункт переговоров для экономики Бурятии играет важную роль, спикер бурятского парламента попросил посла уделить в своей работе внимание этому вопросу. Излишки сырья, если они образуются, можно направлять в другие регионы, считает председатель Хурала Бурятии. А теперь переходим к другим новостям столицы. О них жителям Бурятии готовы рассказать корреспонденты программы новостей «Энэцакт» и я, Мунхпояр Энехболт. Здравствуйте. Для участия в праздновании 75-летия победы на Халхенголе в аэропорту Чингисхан приземлились российских четыре вертолета. Вертолетчики, прибывшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Крыма, поздравили народ Монголии с исторической победой двух стран. Подробности далее. В состав вертолетной группы, прибывшей из России в Монголию, вошли 10 человек. После проведения торжественных мероприятий они вылетят в Аймак Дарнот. Они пустились в этот далекий путь, чтобы показать, что вертолеты безо всяких препятствий смогут преодолевать любые расстояния и в то же время попрактиковаться в своем профессиональном мастерстве. Они преодолели расстояние около 7 тысяч километров. Кроме участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию победы на Халкинголе, летчики помогут развивать сотрудничество с монгольскими коллегами. Мы прилетели на праздник победы Халкингол на юбилей 75-летия победы на Халкинголе из России, потому что это наша совместная победа, российского и монгольского народа. Почтить память наших дедов, погибших в этой войне. И дружбу, дружбу между пилотами России и Монголии, чтобы поддержать. Надеемся, что и Монголия будет к нам, монгольские пилоты, прилетать в Россию. Очень этого хотим. В состав личной команды Кобзова вошла и его супруга. Вместе они налетали немало часов, и, по их словам, совместные полеты стали залогом их счастливой семейной жизни. Екатерина и Олег Кобзовы попеременно занимают места за штурвалом, но всегда остаются друг для друга незаменимыми помощниками. Когда мы летаем вдвоем, то полет проходит намного легче и даже, можно сказать, веселее. Потому что мы разговариваем о каких-то вещах. Катя всегда может меня подстраховать, взять на себя управление, смотреть на приборы, если я отвлекаюсь какими-то другими важными задачами. А еще Катя – это великолепный штурман, который всегда держит перед собой карту и в любой момент времени знает точно, где мы находимся. А это очень важно, когда мы летим над землей, знать, где мы находимся. У нас сегодня, на самом деле, неполная семья. У нас есть еще собака, которая осталась в России. Она у нас уже налетала больше 50 часов. Лед. И очень хорошо чувствует землю. В аэропорту Чингисхан побывали вертолеты марки Цеско-150, А-22, РВ-10 и Вектор. Чтобы прилететь на вертолете из Москвы до Уламбатора, придется преодолеть 7 тысяч километров. А путь из Крыма составит 6 тысяч километров. В субботу утром к памятникам Героя Монгольской Народной Республики и Советского Союза Георгия Константиновича Жукова и Героя Монгольской Народной Республики Дандару были возложены цветы. В церемонии возложения принимали участие заместители посла Российской Федерации Монголии и другие официальные лица, а также ветераны, участники битвы на Холхенголии, их дети и внуки. Подробности в нашем сюжете. В торжественном мероприятии принимали участие министр обороны Монголии Батер Дене, руководство вооруженных сил, советник посольства Российской Федерации в Монголии, а также почетные гости и ветераны. Георгий Жуков был легендарным маршалом, который сыграл особую роль не только в битве на Холхенголии, но и во Второй мировой войне. Он является четырежды Героем СССР и Героем Монгольской Народной Республики. В день празднования 75-летия победы на Холхенголии были возложены цветы к памятнику героям и оказаны почести воинам. Отдать дань памяти героям, павшим на поле битвы своим однополчанам, пришли ветераны войны, люди, которые стали историей, участвовавшие в двух войнах. Во время боев мы использовали самую мощную на то время технику. Советские солдаты воевали наравне с монгольскими солдатами и в пехоте, и в конных войсках. Эта победа принадлежит и монгольской, и советской армии. Ветераны, присутствовавшие на торжественном мероприятии, рассказали, что в этой войне погибло около 15 тысяч советских бойцов и более 5000 человек с монгольской стороны. Министр обороны Баттердене обратился к ветеранам с торжественной речью, поздравил их с памятной датой и сказал, что эту историческую победу нужно увековечить и передать ее значение будущему поколению. Помня и понимая историческое значение победы на Холхенголе, мы, монголы, еще больше гордимся своей родиной и считаем, что укрепляем основы для формирования в молодом поколении чувства патриотизма. Также в честь юбилейной даты из РФ прибыл молодежный отряд, который принял участие в торжественных мероприятиях. После этого его участники направятся по исторической дороге своих дедов на места боев на Холхенгол, Ваймак, Дарнот. Энхтувшин, Эрденбес, Галан, Аист, Монголия. В этом году отмечается 75-летие победы на Холхенголе. Сегодня состоялось торжественное открытие юбилейных мероприятий. Дружественные отношения и сотрудничество наших стран скреплены кровью героев, отдавших свою жизнь за родину и мир. Праздничное заседание, посвященное 75-летию победы на Холхенголе, состоялось во Дворце культуры. На нем с торжественной речью выступил президент Монголии Цахягин Элбекдорш. Об этом наш следующий сюжет. Праздничное собрание ветеранов войны, мундиры которых украшают ордена и медали, прошло сегодня во Дворце культуры Ламбатора. Героям Холхенгола, которые принесли победу и независимость нашей родине, сегодня уже давно за 90. Они пришли на праздник со своими детьми и внуками. Президент Монголии Цахягин Элбекдорч обратился к ним с поздравлением. Сегодняшний день – один из знаменательных дней нашей истории. Я хочу отметить, что в ближайшие дни торжественные мероприятия продолжатся. Сейчас я хочу вспомнить дым пожариш войны, который еще в 1930 году растелался по монгольской земле. До того самого исторического момента, когда был подписан документ о капитуляции. Хочу отметить, что монгольские бойцы участвовали в боях с начала и до конца, до самой победы. Этот факт история не должна забывать. В России и Монголии по-прежнему прочно живет память об этих событиях. Холхенгол открыл целую эпоху. И неизвестно, как бы в дальнейшем разворачивался бурный калейдоскоп исторических событий, как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и на Евразийском пространстве, если бы не было этой победы. На торжественном собрании также присутствовали вице-премьер Монголии Трбиш Дагва, министр обороны Батер Дене, а также руководство Генштаба Вооруженных сил Монголии, которые тоже поздравили ветеранов. Ветеранам-участникам битвы на Холхенголе в честь 75-летия победы было решено подарить по 2 миллиона тугриков. На сегодняшний день живых из них осталось только 34 человека. Для почетных ветеранов, которые присутствовали на сегодняшнем торжественном мероприятии, праздник продолжился концертом. Также в честь 75-летия победы на Холхенголе будет устроен праздничный салют. Это были новости Монголии. Благодарю за внимание и передаю слово нашим коллегам из Китая. На связи корреспонденты телекомпании Систиви Русский из Пекина. Телеканал Систиви Русский приветствует зрителей программы «Середина земли» в студии «Намила». В ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем вам о самых любопытных событиях в Китае. Китай готовится к золотому периоду, национальным праздникам и приуроченным к ним длительным выходным. В это время сфера внутреннего туризма переживает особый подъем и приносит доход в государственную казну. Но в этом году власти Канэр заметили нездоровое развитие отрасли, связанное с особой перегруженностью посетителей в определенных местах. Это снижает туристический потенциал и ухудшает сервис. Каким образом китайское руководство намерено исправить ситуацию, узнаем из следующего репортажа. В долгосрочной перспективе до 2020 года каждый гражданин КНР будет совершать 4 поездки в год, а сфера внутреннего туризма принесет в общую казну 894 миллиарда долларов США. Нынешние темпы развития отрасли не соответствуют выполнению этого плана. Внутренний туризм в Китае во время национальных праздников потерял свою былую популярность. Отсутствие мест, толпы очередей, сильно завышенные цены и пробки портят отдых. Большинство поезда ключей совершают, как правило, во время национальных праздников или длительных выходных. И большинство туристов отправляются в самые популярные места. Это и стало огромной проблемой в развитии отрасли. Китайский трудовой закон предписывает в первый год работы 5 отпустых дней в году, вдобавок к всеобщим праздничным выходным. А зачастую из-за большого объема работы и вовсе нет времени на отдых. В заключении Госсовета КНР о продвижении реформ в сфере туризма говорится, что общество не должно пренебрегать правом на определенное количество отпускных дней и призывает работодателей к соблюдению этих правил. Так власти надеются хоть немного облегчить ситуацию и разгрузить туристические места в золотой период. А рабочим не придется дожидаться национальных праздников, чтобы куда-то выехать. Новое предложение Госсовета КНР делает акцент на выполнении правил по предоставлению отпуска рабочим, чтобы решить проблему прикруженных туристических сезонов. С одной стороны, у рабочих будет выбор относительно времени планирования отдыха, а с другой стороны, отрасль вернет нормальные темпы развития. Руководители КНР предупредили работодателей, но эксперты считают, что этого мало. По их мнению, необходимо еще и предусмотреть наказание для тех, кто нарушает трудовой закон, заставляя работать без заслуженных выходных. Шахеризада Иралиева, Си-Си-Ти-Ви Спасти мультгероев – такова одна из задач участников шестой международной ярмарки-анимации в китайском городе Дунгуан. Речь идет о защите авторских прав. Организаторы готовы регистрировать персонажи прямо в павильонах и тем самым гарантировать их защиту. Подробности в репортаже далее. Герои вымышлены, а проблемы вполне реальные. Современная анимационная индустрия Китая стремительно развивается, все чаще сталкиваясь с нарушением авторских прав. Но правительство намерено кардинально изменить ситуацию. Например, прямо здесь, на специализированной ярмарке, можно зарегистрировать свои работы. Именно так поступили когда-то создатели Джо Аймао. Теперь популярные среди китайской молодежи фигурки черного кота – фавориты ярмарки. «На подобной ярмарке в 2006 году мы арендовали совсем небольшую площадь. Теперь наша компания располагается на 108 квадратных метрах. Я считаю, что это благодаря тому, что уровень защиты наших авторских прав вырос. Хотя пиратская продукция по-прежнему распространена в интернете, но все же настоящие качественные игрушки больше нравятся покупателям». Но лучше всего защищает от пиратов, а также помогает сэкономить собственная фантазия. В этом убедились владельцы небольшой мебельной фабрики в провинции Гуандун. Дело в том, что все официальные китайские производители, использующие в своей продукции образы известных мультгероев, обязаны отчислять правообладателям процент от выручки. Это существенно снижает доходы предприятий. «Мы делаем мебель для детей, так или иначе, используя мультгероев. Она продается лучше обычной. Но раньше за это мы должны были выплачивать владельцам авторских прав большие суммы. Это примерно 18% от нашего дохода. Постепенно мы начали сотрудничать с китайской анимационной студией и создали собственные персонажи. Так что теперь у нас нет необходимости делиться своими доходами. Более того, мы даже продаем наши разработки другим иностранным компаниям и получаем дополнительный доход». Аналитики уверены, что самостоятельная разработка анимационных персонажей имеет большой потенциал. И подобные компании уже набирают силу. В этом можно легко убедиться, заглянув на шестую международную ярмарку анимации. Татьяна Климова, СиСиТиВи. Это все, о чем мы хотели рассказать вам на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова